Здравствуйте, друзья! Цель этого видео – узнать, какова реальная картина после выборов, за кого вы голосовали. То есть, в интернете постоянно можно увидеть, что все люди поголовно поддерживают Грудинина. А на телевидении мы видим, что якобы все поддерживают Путина. В ЦИОМ этот показывает свои опросы, что все поддерживают Путина вообще под 80%, 70%. Я знаю, что выборы сейчас прошли, и нам нарисуют цифру за Путина минимум 70%. Хотелось бы с помощью этого видео посмотреть, какова реальная картина. То есть, сколько людей выходили на участки и голосовали. Хотелось бы, конечно, чтобы вы искренне в комментах написали. «За Грудинина» либо «За Путина». И мы будем видеть приблизительную картину, нас власти обманывают или нет. То есть, если будут комменты «За Грудинина», «За Грудинина», «За Грудинина», то будет очевидно, что никаких 70%, что все это чисто нарисовано, фальсификация. Да, мы ничего не изменим этим видосом. Но мы конкретно будем видеть, стоит доверять нашей власти теми, кто нами управляет, или не стоит. То есть, короче, смотрите, если вы голосовали за Путина, то напишите «За Путина». Если голосовали за Бутинина, в комментах напишите «За Грудинина». Если вы боитесь того, что вас уволят с работы, например, тогда ничего не пишите. Просто посмотрите, как голосуют другие, которые смелые люди. А так вот, если вам не тяжело, просто чтобы мы видели объективную картинку. Вот реально, кого народ России поддержал на самом деле на выборах. То есть, короче, вы, я думаю, мою идею осознали. Я вот сейчас еще выборы не окончили, я это записываю в 19 часов по Москве. Еще результатов нету, не подведены они. Тем более, это будет интересно. Но наверняка вы уже проголосовали. И мы будем видеть объективный рисуночек наших выборов. За кого на самом деле люди и какой процент. Я обещаю, что я не буду удалять никаких комментов. То есть, будет там «За Путина», либо «За Грудинина», либо «За Собчак». Я их все оставлю, чтобы было все объективно. Но если там будут какие-то маты и стишки, то такое я удалю. Которое вообще реально не влияет, только отвлекает. Ну все, короче, вот на этом я видео заканчиваю. Давайте переходим в комментарии. Просто пишем «За Грудинина», либо «За Путина». Все, спасибо за внимание.